Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава двадцать третья У кого раздавлен ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки. Не гнушайся и думиянинам, ибо он брат твой. Не гнушайся и египтянинам, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должна мыть тело своей водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. И на земцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего.